господи иисусе христе сыне божий помилуй нас вот тут прислали мне фильм чтобы я посмотрел и ответил посмотрел называется вещи олег . обретенная быль а там михаил задорнов поставил его маленькой опущу сейчас я начинаю свои встречи со слов добрый вечер но сегодня особая встреча поэтому я и начну правильно здравый будь здравый будь это то что переросло в слово здоровье слово здоровье означает будь здрево а дерево что такое листва корни и ствол сейчас посмотрю сколько это два часа 7 минут 7 минут 45 секунд идет фильм ну пришлось потратить время просмотрел весь фильм вот я что здесь выделил о чем он говорит это о предках русского народа что православие это все отрезала говорят они были неграмотные грязные на самом деле у них были бани потом русские какие хорошие они там мылись а вы именно там какие-то из франции поехал в англию там как поросята грязные еще тут оспаривать не надо грязная чистая так главное что он насаждает язычество это называется на его язычество вот какой он был михаил задорнов неизвестно раньше ну сейчас он начнем говорить тут понятно христианство никакого отношения не имеет все высмеивал высмеивал наконец полностью вера вот это теперь поклоняется дереву солнцу и прямо все время он тут показан ходит и платок на голове то есть что у русских людей в платках уходили мужчины я так и не понял зачем он под женщину играет эти которые родновер это с бородами он безбородый с как это быстро они тут левашов никола этим занимался и петров константин оба внезапно умерли это как-то мне тут у нас была еврейка у нас она не была член общины но это ну я родноверных принесла игру так это еврейский замысел они сыграли на еврейской ненависти ненависть к евреям было они евреем это тут подсунули пожалуйста и в родноверы это вселили больше никак не могу объяснить это еврейские штучки по-другому никак как-то раздробить народ и проще вот это вот как хорошо было там и какие они были наши предки особенно много они тут поклоняются по буквально перед деревом ребятишки дереву поклоняются солнце и вот на прялках томата солнечные 365 девочку нашел все это выдуманное с такой натяжкой ну спорить не о чем ладно так было но дальше то что он не говорит ничего дальше кроме сегодняшнего дня о смерти вот как мы лишь в виде шалаша язычество вернусь обратно к язычеству то есть не верьте в бога в христа верьте в изыщника природа в это то есть дурнее глупее ничего нельзя придумать даже но не верится у меня неоднократно встречаются вот такие в жизни ситуация когда люди спрашивают что делать да ничего не надо делать он в это верит и пусть верит он знает грань за которого не залазит он никаких идей тут не выставляет это не стерлигов четкая определенная грань как дворкин их учат и говори оговаривайся и вот у него часто встречаются такие кажется вот кажется там у ученых которые есть даже певцов там димитрий но просто считает тот прямо к православию лепится но они нашли артистов эти артисты тут играет прям фильм настоящий поставлен это ну вот раскопки там где-то ржавые мечи какие были русские люди сильны ну и конечно тут он не поминает что патриарх кирилл сказал он говорит до крещения то люди то были как звери полузвери правильно сказал так они на него теперь но он даже патриарха не поминает он знает что за этим будет ему зачем ему спокойно спать надо но они тогда даже понимать как на язычество смотрят христиане и все это видят как и в таком то не говорит что но если сильно бы захотели его там прищущий где-то он еще такой не говорит а вон именно они были хорошие и надо считать русь тогда-то было там щит олег прибил когда захватили они константинополь стамбул вот он по по моему часто мы не знаем насчет это утверждаете а какую роль играть да никакой роли вообще не играет в на смерти не говорит о цели жизни не говорит ни одного слова я решил во свете библии рассмотреть весь этот ролик вот слово язычество язычники встречаются во всей библии с неканоническими книгами 77 книг 175 раз а в новом завете только в новом из этих 89 раз то есть больше половины упоминание об язычниках почему их роль изменилась я мы тут ничего не буду доказывать и не ему вообще этот ролик разбирать все что говорят пусть будет так красивое одеяние они там на мещах пытается бороться ну ну было это было какие варяги приходили как они это смоленска то смола и как распространялись ну хоть день и ночь говорить дальше что но вспомните вала вспомните валанда когда он разговаривает кто распоряжается женщин человека то и когда они сидят там на скамейке беседуют я сегодня только узнал и когда поставили там спектакль фильм вот это мастер и маргарита михаила булгакова то 17 артистов уже умерло я такого не встречал и главно врачи там экстрасенсы ходят узнают его посмертная маска вот здесь что-то это подобное дальше этого не идут а смысле жизни ничего нет у наелся хорошо они жили сели но дальше то что еще не тот прыгает за руки взялись там дерево костер горит но язычники язычники как ним относился еврейский народ главное у язычников какой-то закон был раньше нет но еврейский 3600 бытие написано первая книга библии там-то говорится как ним относиться и на что него и они такие добрые язычники они не воевали не воевали а федор и она кто убил первые христиане которые были я просто хочу показать придется тебе сфотографировать это смотри об язычниках сейчас мы поговорим тут я сказал о чем больше говорит это если вы приветствуйте только братьев ваших то что особенно вы делаете не так же ли поступают язычники то есть язычники приветствовали своих братьев но дальше то не шло а нам заповедно любить врагов а было у них это понятия они не имели об этом дальше матвея 6 7 а молясь не говорите ли еще как язычники и везде подчеркивают язычники ибо они думают что в многословице он будет услышан вот их какая характеристика ну говорил он не о славянах господь говорил о тех которые были и защите это общее понимание где-то не имеется ввиду там фарерские острова там фиджи северные народы везде одинаково бубен непрерывно колотит там в истерике бьется там падает еще где то есть но это везде это беснование было то вал вал услыши нас или я им отрубил голову 850 голов сразу матфея 18 17 то есть что нам библия говорит об изыществе куда задорного зовет и главное стал говорить у нас имена греческие да михаил таразе греческое это еврейское имя он то ли не знает то ли попутал его вырыться кто-то михаил означает никто как бог то есть равного богу нет то есть твое имя все время кричит что равного богу иегове никого нету а или я ел и я его там бог по сокращенной а также бог моя крепость это еврейская чисто еврейская но михаил ноги архангел михаил это имя михаил встречается в библии то он я не знаю то ли споткнулся или так 18 17 мафея если же не послушает их скажи церкви а если церкви не послушать то да будет он тебе как язычник и мытарь то есть вот отношение к язычникам то есть совершенно посторонние люди никакого отношения к христианству не имеют и поэтому ну разговаривать с ними надо вот в этом ракурсе дальше матфея и придадут его язычникам пророчества на поругание и биение распятие вот как язычники занимаются сына божия распяли и в третий день воскреснет но это независимо от нас во свете библии язычники это распинатели христа мы сейчас увидим что ли как они жертву приносят а павел горит бесом приносит бесом задорнов этого не знает он перешел от ангелов к бесам это святая библия нам говорит деяния если 45 и верующие забрезанных пришедшие с петром изумели что дар святого духа и злился на язычников то есть язычники входят церковь божию пришли ну и тут то у них там сколько их там людей там собралось деяние 11 1 услышали апостолы братья бывшие люди что язычники приняли слово божие вот что нужно принять а вот ни одного слова язычника не говорит сидят люди слушают ну там раз кого-то говорит интересно вот говорит он где-то выступает как бы артист они слышат не слышится это вот это его кривляние вот это смехащество еврейское смехащество и у одного народа такого нет что-то высмеивает высмеивает и вот здесь данном случае он пытается быть другим серьезно а ничего нет на физиономии на всем это смехащество как печать наложено уже то есть говорит чужие слова знание маленького читаешь ну просто мизерное знание то у него какие-то там дела олега да где-то копает еще показали то и показали человек который показывает про александра македонского он прошел весь путь за ним там вот кажется майкл вуд а это ничего нету 11 18 высушив это они успокоились и прославили бога говоря видно язычникам дал бог покаяние в жизнь вот куда надо звать их они деревьев поклоняться вот у нас приезжал этот как его фамилия-то забыл его армянин был здесь же режиссер то не помнишь говаркян как-то говаркян да как-то так вот и он у язычников был там на севере у них ничего нет мертвую нерпу поймали как волоком тащит едят еще блуд короткая жизнь и здесь тоже это все за кадром язычники ничего этого не знают святости брака не понимают здесь слова патриархи кирилла прямо говорят это полузвери были то а то сегодня они нарядились во всем деяния тогда павел и варнава зерзновением сказали вам первым надлежало быть проповедану слову божию то есть евреям но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни то вот мы обращаемся к язычникам вот то есть это уже господь делает так мы обращаемся к язычникам вот еще куда она у меня заскочил это не туда апостол павел сегодня обращается к этим язычникам которые в христианской стране родились как бы и вот теперь назад туда идти до сегодня новых здравый человек может ли как какой-то кандидат наука образовал новое какое-то течение у божова павла там хозяйка медной горы ей поклоняются сумасшедшем доме на валенке женятся но еще из этого деяния 1347 и вот так заповедал нам господь я положил тебя во свет язычникам вот где света не то что солнце солнцу поклоняется чтобы ты был во спасение до края земли язычники которые найдут этот ролик мой чтобы они увидели там что у них есть оспаривать не будем это нравится прыгают скачут там это их дело но бог положил сына своего во свет язычникам чтобы обратились и покаялись ну-ка подожди-ка маленькой так кто такой добрый день добрая кто такой миром а кто вы такие откуда почему сначала писем обиде не зашли не спросили я как раз запись идет извините извините это мы звонили вам еще в сентябре месяце вот а вы написали что мы уже дома я не прочитала это сообщение сейчас я его увидела и поэтому и поэтому позвонила вам поэтому извините что без записи но если вы с кем-то разговариваете мы подождем подождите 2 примерно полчаса хорошо через полчаса заметьте время через полчаса я сейчас закончу это тот разгар фильма делаем ну пока с богом отходите отключитесь спасибо вопросы запишите свои отключайте не получается что-то я сейчас я сейчас делаю снис и сети вот так язычники слыша это радовались и прославляли слово господня заметьте прославляли слово господня это я и язычники дозе слово господня христиан это не прославляет православное то то есть святой библию прославляли по нашему сказать что бог об них измерих и уверовали все Которые все, которые были предуставлены к вечной жизни А вот она не верит, он не верит Потому и не верит, не предуставлен к вечной жизни К этому надо просто прислониться Если он предуставлен, то есть записан в книге жизни Он примет, а нет, а сколько раз говорить? Ну, первое, второе вразумление, 3.10 титу Потому что все остальное как ересь Симон изъяснил, то есть Петр Как Бог первоначально презрел на язычников Бог первоначально презрел, то есть увидел Взглянул, привлек Вот куда надо идти 1 Петра 2.12 И провождать добродетельную жизнь между язычниками Христианам Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения Язычники-то идут В язычники идут почему? Потому что они не видят настоящей христианской жизни Это к нам уже относятся Посмотри, как они показывают одеты Национальные обычаи Тут сколько хорошего я у них увидел Как они обнимаются Друг другу руки подают Ну, по-другому, вот так за это место Друг другу руками вот так вот берут И все Что? Увидели добрые дела наши От нас требуются добрые дела И язычники в день посещения, когда Бог их найдет В день посещения, то есть коснется сердце И они прославили Бога Их обращать очень просто Жить по-христиански Нам, и они это увидят У них этого нету Римлянам 2.14 Ибо когда язычники, не имеющие закона По природе законное делают То не имея закона, они сами в себе закон Пожалуйста Сегодня эти язычники Конечно, у них другие нравы Потому что они же живут Среди христианской На христианской земле Видят храмы божии Православная вера Тут кроме православных Другие еще люди есть И потому язычники Не имеющие закона У них нет закона А какой-то закон у них был Не было закона у них Закона Божия Закона нравственного Не было Не имеющие закона Я подчеркиваю это еще раз По природе законное дело То есть это очень положительный отзыв Что они не имея закона Были хорошие язычники Хорошие О чем там Задорнов говорит Действительно так Это надо признать Это потом Предки наши, так сказать Они законное делают Были такие Писание говорит, были Я знаю, которые нападают Сейчас на язычников Ничего этого не было По отношению К вечности Они были как звери Вот о чем речь-то идет А в них как раз и написано было Что даже Андрей Первозванный отзывается о них Они показывают Какой авторитет Удивляются, почему Олега нет В устроительстве Государства Среди Там где статуи стоят Это не так важно Римман 2.24 Ибо ради вас Как написано Имя Божье Хулиться у язычников Как? То есть из-за вас Хулиться Имя Божье у язычников Здесь-то что говорится Мы перед язычниками-то Стоим как светильник на горе Или нет? И как с нас будет спрос какой? Мы христиане А рядом-то Ну а коммунисты кто? Да это те же самые язычники Идолу поклонялись этому Труп смердящий По Красной площади Злодей тысячелетий Каких земля не видала Поклоняются ему А которые немцы Гитлеры Тоже язычники Неужели Бог есть Бог иудеев Только не язычников? Конечно и язычников То есть Не сварок Там они перечисляют Какие? Нет Бог евреев Бог Егова Саваоф Что же скажем? Язычники Не искавшие праведности Получили праведность Праведность от веры Вот только они поверили Чтобы за наши грехи Сошедший с неба Сын Божий От Духа Святого Защатый Вообще Дева Мария Он умер за наши грехи Кровь Иисуса Христа Ощищает нас От всякого греха В это надо поверить И все Больше ничего не требуется Дальше Вера Она говорится Праведность тебе дает Теперь ты перерожденный От Бога Ты будешь понимать Как добиться Чувствования Божьих Как во Христе Иисусе Как поступать Как жить Там семейная жизнь На работе Перед начальниками Все это мы получаем После рождения свыше Вам говорю Язычникам Как апостол язычников Я прославляю Служение мое То есть самый великий апостол Общепризнанный Это Павел Он говорит Я апостол язычников Вот у вас кто Главный-то на земле Считайте его 14 посланий Деяния апостолов Как он обратился А вы и знать не знаете Это ваш апостол Апостол Повторяю Язычников Вот которые смотрят Этот фильм Если они наткнутся На это Знаете Это не Князь Олег Намного раньше Апостол язычников Апостол Римлян 11.25 Ибо не хочу Остать братья В неведении В тайне О тайне сей Чтобы вы не мечтали О себе Все жесточение Произошло в Израиле Отчасти До времени Пока войдет Полное число язычников Куда в рай Полное число Мы не знаем Сколько миллион Или миллиард Речь идет О всех язычниках А кто такие язычники На земле Считается 2896 наций Может быть Еще какие найдены Не знаю И вот Одна нация Единственная нация Избранная Богом Евреи Авраам Авраам А остальные Все язычники И мы русские язычники А мы из язычников Христиане Обратились теперь И вот Когда начинают Язычники Я знаю Они пишут У них Лютая ненависть К евреям То Каганат Все это перечисляют Тут он ничего Этого не сказал Может быть Он сам еврей Задорный Очень похож На это Но Надо все-таки Помнить Что Войдет Полное число Язычников В рай И тогда Приоткроется Вторая половинка Двери Снова Евреи Будут заходить Первая Коринфия 5.1 Есть верный слух Что у вас появилось Блудодеяние И притом Такое Блудодеяние Какого не слышно Даже у язычников Вот оказывается Язычники Оказались Высших христиан Что Некто вместо жены Имеет жену отца свою То есть Мачеху Видите Видите Какие отзывы Язычников Хорошие То есть У них У них бывают Люди Нравственные Сами себе В закон Которые Дикари Бывают Ну а этих Это считают Казаки Как клоуны Еще там Веры то никакой Нет Придумывают Бог Календарь Сделать 1 Коринфян 10-20 Нет Но что Язычники Принося жертвы Приносят Бесам А не Богу Вот кому Вы поклоняетесь Демонам Язычники Приносят Жертвы Бесам 1 Коринфян 10-20 Но я не хочу Чтобы вы были В общении С бесами Поэтому Идите В церковь Православную Возьмите Святую Библию Считайте Жития Святых Знаете Что когда Вы были Язычниками То ходили К безгласным Идолам Так как бы Вели вас Вот Вы об этом Знаете И как Были Язычниками То есть Коринфянам Говорит Ходили К безгласным Идолам Они тут Показывают Идолы Идолы Стоят Так как бы Вас вели А кто вел Сатана вел Бесы ведут И вот он Стоит перед ними Бубном Бьет И ходят Дорожки Идолы Деревяшки На небе Такие есть Конечно Жили такие люди Не было Я скажу тут Откуда они появились Галатам 1.16 Открыть во мне Сын Он благоволил Бог Чтобы я благовествовал Его язычниками Язычникам Нет мужеского пола Ни женского Ибо все вы Одно во Христе Иисусе Вот когда Человеку веруют То и язычник Иудей На равных идут Колосин 27 Которым благоволил Бог показать Какое богатство Слава В тайне сей Для язычников Которое есть Христос В вас Упование Славы То есть Все что вы Можете иметь Язычники Это Все во Христе Которое является Упование Славы То есть Надежда На славу Божию Вот там Бог оденет душу В тело Нетленное Вечное 1 Фессалоникийцам 2.16 Которое препятствует Нам говорить Язычникам То есть Евреям Чтобы спаслись И через это Всегда наполняют Меру грехов своих Но приближается На них Гнев до конца То есть Евреи Не желают Чтобы язычники Уверовали во Христа Но если Это еврейское Все То ясное дело Что они от Христа Уводят людей Язычество Это смерть И кто это На его язычество Насаждает на Руси Они наказание Не избегнут От Бога Они делают Страшный грех 1 Фессалоникийцам 4.5 Они в страсти Похотения Как и язычники Не знающие Бога Видите А то Какая нравственность Страсти Похотения Как и язычники Не знающие Бога У Соломона Было тысячи Жен наложниц А у князя Владимира Язычника Две тысячи Да еще у брата Ярополка Отобрал жену Убил его Откровение 2.26 Кто побеждает И соблюдает Дела мои до конца Тому дам Власть над язычниками Вот она Где власть А как В чем она выражается Речь идет в вечности И сегодня Когда проповедуешь Они смиряются И приходят Откровение 11.18 И рассверепели Язычники Вот они какие добрые Рассверепели Язычники И пришел гнев Твое время Судить мертвых И дать возмездие Рабам Твоим пророкам И святым И боящимся имени Твоего малым И великим И погубить Губивших землю То есть впереди У язычества Только смерть Ничего больше нету Откровение 11.17 А теперь посмотрим Откуда все это пошло 1 Маковейского 1.15 И установили у себя Необрезание И отступили От Святого Завета И соединились С язычниками И продались Чтобы делать зло Вот те Которые сейчас идут Соединяются С язычеством С этим Это люди продажные Писание так говорит Не то что Мне не нравится И продались Чтобы делать зло Вот какая причина Только власть Как вакуум Водил Ты мне Михалыч Этому говорил Дай Власть Я их всех Перепластаю Перерублю 1.15 И вот Святыни наши И благополепие Наши И слава Наша Опустили Язычники Осквернили То есть Они оскверняют Святыни Храмы Ну что Большевики Делали И эти Сегодняшние У них Ни власти Нет никого Малочисленной Поэтому они Добрые Хорошие А как Они врываются Где Показывают ролик Здесь У баптистов У кого И как Они там Хулиганят В храм Уже сейчас Еще не Оперились Варух 4.5 Вы Верующие Преданы Язычникам Не на погибель Но за то Что вы Прогневали Бога И вы Преданы Врагам Вот Почему Появились Язычники Потому что Мы не такие И Бог Показал Хотите Этого Снова Верну Третья Ездра 2.34 Вам Говорю Язычники Которые Можете Слышать И понимать Которые Можете Слышать И понимать Кто Имеет Уши Да Слышит Ожидайте Пастыря Вашего Он Даст вам Покой Вечный Ибо Близко Тот Который Придет Вскончание Века Мы В конце Веков Живем И поэтому Ожидайте Пастыря Вашего Иисуса Христа Послание Иеремия 1.4 Теперь Вы увидите Вавилоне Ну куда Они в плен Пойдут Богов Серебряных И золотых И деревянных Носимых На плечах Внушающих Страх Язычникам Все Послание Говорит Обыдолах И они Прямо Показывают Какие Идолы Изодором Тут стоит Перед Деревьями Дальше Уже Некуда А вот Сейчас Мы Прочитаем Две Главы Премудрости Соломона 13.1 Подлинно Суетны По природе Все люди У которых Не было Ведения Боги Которые Из видимых Совершенств Не могли Познать Сущего И взирая На дела Не познавали Виновника Не познали А посчитали За богов Правящих Миром Значит Людей Или Огонь Или Ветер Или Движущийся Воздух Или Звездный Круг Или Бурную Воду Или Небесное Светило Ну Что тут Нового Если Приняясь Их Красотою Они Почитали Их За богов То Должны Были Были Познать Сколько Лучше Их Господь Ибо Он Виновник Красоты И создал Их Вот Они Любуются Природой Все Это Понятно А Если Удивлялись Силе И действуя Их То Должны Были Узнать Из них Сколько Могущественнее Тот Кто Сотворил Их Ибо От Величия Красоты И созданий Сравнительно Познается Виновник Бытия Их Впрочем Они Меньше Заслуживают Порицания Ибо Заблуждаются Может быть Ища Бога Желая Найти Его Потому Что Обращаясь К делам Его То Дела Солнца Луна Звезды Они Исследуют И убеждают Со зрением Что Все Видимое Прекрасно Но И они Вот Эти Язычники Неизменительны Если Они Столько Могли Разуметь Что В состоянии Были Исследовать Временный Мир Вот Он Исследует Тут Все То Почему Они Тотчас Не Обрели Господа Его Вот Когда Начали Исследовать Грамотные Такие Профессора Там Доктора Исторических Наук И женщина Кандидат Вы Легко Могли Обрести Господа Но Более Жалки Те Надежды Их На Бездушных Которые Называют Богами Дела Рук Человеческих Золото Серебро Изделия Художества Изображения Животных Или Негодный Камень Дела Давней Руки И Он Как раз Это Все Показывает Там Или Какой И обделав Красиво Устроил Из него Сосуд Полезный К употреблению В жизни А обрезки От работы Употребил На приготовлении Пищи И насытился Один же Из обрезков Ни к чему Негодный Дерево Кривое Сучковатое Взяв Старательно Обдел Округлил На досуге И с опытностью Знатока Обделав Его Уподобил Его Образы Человека Или Сделал Подобным Какому-нибудь Низкому Животному Намазал Суриком И покрыл Краской Поверхность Его И закрасил В нем Всякий Недостаток И устроив Для него Достойное Его место Повесил Его на стене Укрепив Железом И так Чтобы произведение Его не упало Он наперед Озаботился Зная Что оно Само себе Помочь Не может Ибо это Кумир И имеет Нужду в помощи Вот они Показывают Эти кумиры У них стоят Сегодня В настоящий Момент Такие люди Есть Молять же Перед ним О своих Стижаниях О заработке О браке О детях Он не стыдится Говорить Бездушному И о здоровье Взывает К немощному О жизни Просит Мертвое О помощи Умоляет Совершенно Неспособное О путешествии Немогущее Ступить О прибытке О ремесле В успехе Рух Совсем Немогущее Делать руками О силе Просит Самое Бессильное Второзаконие 17.3 И пойдет Если кто Станет Служить Иным богам И поклониться им Или солнцу Вот как раз Эти и сидят Или луне Ну прям как будто бы Сегодня русские Или всему воинству Небесному То есть звездам Чего я не повелел И тебе возвещено будет И ты услышишь То ты хорошо Разыщи Если это точная правда Если сделал мерзость Я в Израиле Если все-таки Подтвердиться То выведи мужчину Того или женщину Того Которые сделали Зло сие К воротам твоим И побей их Камнями до смерти Вот это делают Мусульмане Сизычниками Так что Вы помните Когда придут сюда Мусульмане А они могут прийти То вам Кырдык всем будет Христиан Они говорят Только лишь бы Налоги платили Исак Так что тут Надо обдумать Заранее А почему Ну так это Еврейский закон Они взяли Второй закон 17.3 Солнце Луне служит Четвертый Царь 21.3 И снова Он устроил высоты Которые уничтожили Отец Его языки И поставил Жертвенники Иваалу И сделал Дубраву Как сделал Ахав Царь Израильский И поклонялся Всему воинству Небесному И служил ему Вот как делается Жертвенники Дубрава Второзаконие 4.19 И дабы ты Взглянул на небо И увидев солнце Вот как раз Там и солнце Луну И звезды И все воинство Небесное Не прерстился Не поклонился Им И не служил им Так как Господь Бог твой Уделил их Всем народам Под всем небом То есть всем народам Бог дал Луну Звезды Чтобы грелись Определяли времена А не для того дал Чтобы поклонялись Все народы Премудрец Соломона Глава 14 Еще иной Собираясь плыть И переплывать Свирепые волны Призывает на помощь Дерево Слабейшее Носящее Его корабля Ибо стремление К приобретениям Выдумало он И А художник Искусственно устроил Но промысл Твой отец Управляет кораблем Ибо ты дал и путь В море И безопасную стезю В волнах Показывая Что ты можешь От всего спасать Хотя бы кто Отправлялся в море И без искусства Ты хочешь Чтобы нещетны были Дела твоей Премудрости Поэтому люди Веряют свою жизнь Малейшему дереву И спасаются Проходя по волнам На ладе Как две тысячи Там Одно дерево Одно дерево Называли эти Ну лодочки небольшие Когда Олег пошел Ибо и вначале Когда погубляем Мы были гордо Исполины Надежда мира Управленная твоей рукой Прибегнув кораблю Оставила миру Семя рода То есть Речь идет о ное Благословенно дерево Которое бывает Правда А это Рукотворенное Проклято Вся ваша Премудрость Идолы прокляты И само И сделавшее То есть Вы все прокляты За то что сделал А это тленно Названо Богом Ибо Равно Ненавистный Бог И не счастивец И не счастье его И сделанное Вместе со сделавшим Будет наказано То есть Изыщество Вот это Приведет вас На суд Божий И вы погибнете В аду будете Посему И на идолов И языческих Будет суд Так как они Среди создания Божия Сделались мерзостью А вот Поклоняется Стоит там Эдзодорнов Мерзкий ты человек Если ты Мерзости поклоняешься Соблазном Душ человеческих И сетью Ногам неразумных Ибо Вымысл идолов Начало Блуда Идолов И изобретение Их Растление Жизни Вот куда Зовут К растлению Блуду Не было Их в начале И не вовеки Они будут Они шли В мир По человеческому Булгаков Пишет об этом Был как закон И по поверениям Властителей Извояния Почитаемо было Как божество Кого в лицо Люди не могли Почитать По отдаленности Жительства Того отдаленное Лицо Они изображали Делали видимый Образ Почитаемого Саря Дабы этим усердием Польстить Отсутствующего Как бы Присутствующего К усилению И уже почитание От незнающих Поощряло Читание Художника Ибо Желая Может быть Угодить Властителю Постарался Искусством Сделать Подобное Покрасивее А народ Увлеченный Красотой Отделки Незадолго Перед тем Почитаемого Как человека Признавал Теперь божеством Это было Соблазном Для людей Потому что Они Покоряясь Или несчастью Или тиранству Ну как советская власть Тиран Несообщимое имя Прилагали к камням И деревам Потом Недовольно Было для них Заблуждаться В познании Бога О Боге Но они Живя в великой Борьбе невежества Такое великое зло Называют миром Совершая Жертвы Аборты Значит Или скрытые тайны Или заимствование Чужих обычаев Неистовое пиршество Вот чем занимаются Язычники Какая нравственность Они не берегут Ни жизни Ни чистых браков Но один другого Или коварством убивают Или прелюбодейством Обижают А то они Жили Нравственно Ну ради чего Они будут нравственно Когда благодати Духа то нету Всеми безразличия Обладают Кровь И убийство Хищение И коварство Рассление Вероломство Мятеж Клятва Преступления Расхищение Имущества Забвение Благодарности Осквернение Душ Превращение Полов Бещение Браков Прелюбодяние Распутства Вот что Всеми безразличия Обладается В эти грехи Служение Идолам Когда люди Вот как задорно К чему призывают Недостойным именования Есть Начало И причина И конец Всякого зла Ибо они Или веселясь Неистуствуют Или прорицают Ложь Все время Он Олег Вещи Олег Вещи Волшебник Скрыл корабли Его не видели Вот все вещи Ну колдун Бесы могут Это сделать Или живут Беззаконно Или скоро Нарушают Клятву Надеясь На бездушных Идолов Они не думают Быть наказанными За то что Несправедливо Клянутся Но за то и другое Придет на них Осуждение И за то что Нечестиво мыслили О Боге Обращаясь К идолам И за то что Ложно клялись Коварно Презирая святое А то говорит Константинополь Заключил с ними Договор Да с кем заключать Если язычники Ибо не сила Тех которым Они клянутся Но суд Над согрешающими Следует всегда За преступлением Неправедных А как тогда Ищите же прежде Царство Божие И правда его И это все Приложится к вам Вам То есть пище и питье Вот искать надо Ни идолов Ни язычество Проклятое Богом Блудное Матфея 12.26 Какая польза Человеку Если он приобретет Весь мир А душе своей Повредит Ну Олег захватил Далеко А дальше что Или какой выкуп Дашь человек За душу свою А одно только нужно Мария же избрала Благую часть Которая не отнимется У нее Вот надо что избрать Слушать слово Божие А не захватывать Весь мир А они об этом говорили Распространились Широко Иоанн 5.39 Исследуйте Писание Ибо вы думаете Через них иметь Жизнь вечную А они свидетельствуют О мне У вас нет Святой Библии И вы не думаете Иметь жизнь вечную И о вашей книге Они не свидетельствуют О Боге А то у них Была писем Ну была не была Не доказано Ну была И что дальше Что там написано О Христе Нет конечно Не знают Не разумеют Во тьме ходят Все основания Земли колеблются Псалом 81.5 Римлянам 6.23 Ибо возмездие За грех Смерть А дар Божия Жизнь Вечного Христе Иисусе Господе Нашем Вот что я хотел сказать Относительно Этого фильма Он ничего Не говорит О вечности Не о благоустроении Этой жизни Ну а как они могут Сейчас Где Какое благоустройство Могут дать Когда все благоустроено Они ничего не могут дать Ну где-то там Идут сеют Бросают Да сегодня Кого ты накормишь Горстью Одной горстью В Америке Если это все поставлено Там 35 человек Один кормит Ну а у Рыской Там 7 человек всего Так что фильм Вещи Олег И обретенная быль Во свете Библии Это мерзость Это убийство душ Это смерть Вечная В аду Да избавит нас Господь от этого Изычества А Михаилу Задорну Даст Бог Добрый смысл Добрую совесть Рождения свыше Потому что имя его Обязывает поклоняться Богу Единому Вечному Никто как Бог Вот что означает Его имя Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Аминь Слава Он Он Моя Слава Слава Слава